Девушки отдыхают 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 Сейчас скажу. Было время когда-то, когда лидировал другой книгой. Маркадек «Бэнс», разумеется, С-600, но он закончился на 140-м кузове. И в этот момент на рынок вышел тот первый самолет от BMW. Да нет, не самолет, я что-то наврал, ребят. BMW удивила весь мир своей «семеркой». И потом уже обкатанные совершеннейшие технологии были реализованы и сейчас реализуются. И сейчас это еще лучше. Так вот, в то время выход «семерки» это был прорыв, как правило Советского Союза. Помните, когда мы посадили без команды пилотов буранов в автоматическом режиме? Вот все то же самое случилось. И все сразу поняли, кто идет впереди. Я бы, конечно, мог ограничиться только языком сухих цифр. Но если даже все прочесть, все полные опции BMW 7-й серии, то не хватит нашего сюжета. В этой машине все сделано безусловно идеально. И ни одна автомобильная передача. И даже не пытается пусть сравнить что-то в Магнитогорске с BMW 7-й серией. Просто нонсенс. Да и вообще как-то сравнивать что-то с BMW я бы не стал никогда. Потому как некорректно это будет, зная, что даже сильно расхвалив ваш автомобиль, BMW все равно его уделает. По всем показателям. Теперь все-таки вернемся к цифрам сухой статистики. Что здесь есть? Ну, разумеется, это потрясающая безопасность от BMW. 8 независимых подушек безопасности и датчик положения на сиденье пассажира. Ну, такие случаи бывают, да? И BMW не раскроется наподобие попкорна. То есть выскочат сразу все подушки безопасности. Сработают только те, которые призваны защитить вас. И не покорежьте автомобиль. Система динамической устойчивости третьего поколения. Система контроля за усилиями на тормозах. Электро-гидравлический усилитель рулевого управления. Датчик расхода тормозных колодок. И это все, и это все BMW. Есть еще многое чего. Вы не заботитесь о машине, а машина заботится о вас. И это безусловно, когда мы говорим про BMW. Потому как все то, что можно было придумать, здесь уже реализовано. А что будет дальше, я не знаю. Теперь касаемо двигателей. Ну, о том, как машина звучит, это песня отдельная. Касаемо сбалансированности двигателей BMW и легендарной их надежности, это тоже песня. Я как-то помню, был тест BMW, ну, тогда еще в 8 серии была такая машина. Ну, есть и BMW сейчас 760-я, которая ни в чем не уступит и будет взлетать точно так же. Но это BMW с 5-литровым двигателем. Ну, почти 5 литров и 367 лошадиных сил. И ускорение до сотни. Но кто будет гонять до сотни? BMW король свыше 100 км в час. Поэтому, когда рядом с вами находится что-то неповерно бежащее, вы выйдете по на трассу. И все амбиции всех абсолютно автомобилей беспрекословно погаснут перед BMW. Из своего собственного опыта. Была у меня бэха пятерка. Я скажу, что лучше и идеальней машина не управляется. Это просто невозможно придумать что-то более управляемое. А что касается семерки, ну, ну. Почему столько положительных эмоций и никакой информации о том, что здесь есть какие-то недостатки? Это просто глупо, ребята. Ехать в семерки и говорить о недостатках. Просто глупо. Дальше что? Машина, разумеется, подготовлена так, как вы даже не можете себе представить. Здесь два мультимедийных устройства. И для пассажиров, и, разумеется, для вас. И, конечно, когда вы сидите на сиденье пилота, а по-другому я не могу назвать. Это не место водителя, это место пилота-истребителя, что ли? Ну, в этом истребителе вашим пассажирам комфортно. Потому что сиденье даже вентилировано. Здесь, ну, все сделано с некоторой оглядки на Соединенные Штаты Америки. И в Соединенных Штатах Америки эта машина пользуется бешеной популярностью. Достаточно сказать, что, если вы видели фильм «Мрак государства», Уилл Смит ездил как раз на BMW 7 серии. Ну, так, всего лишь адвокат. Но у нас ездят не адвокаты, конечно. У нас ездят те, кто поставил свой собственный бизнес. И те, кто знают, что дальше гнаться уже незачем. Когда все есть, осталось только BMW. Давайте перечислим то, что я вижу перед своими глазами. И это уже будет чуть-чуть побыстрее. Я могу контролировать переключение автоматической коробки передач шестиступенчатой. Здесь есть приятные клавиши на руле. Ну, надо побыстрее поехать. Можно и побыстрее, можно и поэкономнее поездить. Кто вам сказал, что в машинах с большими объемами кушают много? Ну, ребят, вы просто не умеете разводить эти машины. В смысле, ездить на них не умеете. Не обязательно сжать до упора на педаль газа и выливать в свой бак бензина. Не обязательно. Можно ехать спокойно. А если вы едете за городом, то инициализируйте, пожалуйста, круиз-контроль. И, конечно же, он, ну, разумеется, ездит. Кроме всего прочего, здесь сам руль подогревается. Кроме всего прочего, здесь управление зеркалами тоже на руле. Не надо никуда лазить. Все здесь есть. Что на центральной консоли? Ну, айдрайв понятно. И управление сиденьями, всеми регулировками сидений. Пожалуйста, здесь сядет даже баскетболист. Ну, когда наши баскетболисты сядут за BMW, непонятно. А вот хоккеисты, хоккеисты металлурга очень-очень любят BMW 7 серии. И в завершении, что касается цены, 127 500 евро. Много это или мало? Ну, я вам так скажу. Недавно полазил по американским сайтам, посмотрел, что единственная машина, которая переплевывает, ну, извините, Maybach 62, это Maybach 62. Так вот, тот 5-го года стоит 262 тысячи долларов. Но BMW, она того стоит. И к этому можно стремиться. И, в принципе, человек, который живет, ну, в коттедже стоимостью под миллион долларов, может, в принципе, конечно же, не напрягаясь купить себе такой автомобиль. Что они делают? Ну, и, конечно, где живет такая машина? И где живут вообще BMW? Бэшки, баяны, бумеры? Ну, те самые полюбившиеся всем и ставшие уже легендарными автомобили. Причем, вы можете действительно всю жизнь прожить с BMW и с фирмой Автопункт. Что располагается на Марджане 9. Здесь есть все машины от первой серии и заканчивая 750-й. Удлиненные. L-I. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова